Укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, стимулирование деловых обменов, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эти и другие важные задачи были в центре внимания очередного заседания Совета глав государств Организации Тюркских Государств, состоявшегося в городе Бешкеке. В нем принял участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Лидер страны выдвинул важные инициативы, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств. Специальный репортаж Сергея Алибаева из столицы Кыргызстана. Организация Тюркских Государств. За последние годы она заняла важное место в формирующемся новом миропорядке и системе международных институтов. Задач перед авторитетной структурой обозначено немало. Это укрепление взаимного доверия, дружбы, добрососедства. Поощрение регионального и двухстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и культурно-гуманитарной сфере. Стремление к всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе в целях повышения уровня и улучшения условий жизни людей. Расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, молодежи, спорта и туризма. Популяризация великого культурно-исторического наследия тюркских народов. ОТГ активно развивается, последовательно совершенствует свою деятельность. И, как отмечал президент Шабкет Мерзиёев, голос братских народов, неразрывно связанных языком, религии и духовными ценностями, теперь еще громче и сильнее звучит во всем мире. Сегодня государственными членами организации являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Венгрии и Туркменистан имеют статус наблюдателя. Территория ОТГ является регионом, обладающим огромным потенциалом во всех сферах. С 2019-го Узбекистан полноправный ее член. Более того, инициатор множества прорывных инициатив, благодаря которым структура вышла на совершенно новый этап развития. Увеличиваются объемы товарооборота, усиливается кооперация, эффективно реализуются крупные совместные проекты сферах промышленности, транспорта, энергетики, водного и сельского хозяйства, активизировались культурно-гуманитарные обмены. Под эгидой ОТГ сегодня успешно работают. Международная организация тюркской культуры, учрежденная с целью возрождения культурно-гуманитарных связей между тюркоязычными народами. Парламентская ассамблея тюркских государств, созданная с целью укрепления межпарламентских связей. Международная тюркская академия, организованная с целью создания специализированного международного научного центра по изучению тюркского мира. Фонд тюркской культуры и наследия, ориентированный на продвижение проектов, направленных на возрождение, развитие и пропаганду культуры и исторического наследия тюркских народов. Тюркская торгово-промышленная палата, призванная способствовать укреплению сотрудничества между предпринимательскими кругами. Тюркский инвестиционный фонд, созданный с целью реализации проектов на территории стран ОТГ. Наша страна, отметим, установила отношение стратегического партнерства со всеми членами организации. Последовательно реализуются документы, подписанные на полях исторического самаркандского саммита, прошедшего в 2022 году под девизом «Новая эра тюркской цивилизации» на пути к общему прогрессу и процветанию. В период председательства Узбекистана в 2022 году, напомним, было проведено более 100 мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между тюркскими странами. Выдвинуты важные инициативы, созданные новые структуры. Так, на основе концептуальной программы «Тюркское видение-2040» запущены более эффективные механизмы практического сотрудничества. Начали функционировать Организация профессиональных союзов тюркских государств, Академия космических исследований, Географический совет, Институт предотвращения засухи, Союз нотариусов. Установлены тесные партнерские связи с рядом авторитетных глобальных и региональных структур. Организация объединенных наций и ее специализированными институтами, Организация исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организация экономического сотрудничества. Следует отметить, что среди государств-членов ОТГ именно Узбекистан впервые ввел в практику разработку в период председательства отдельной концепции и плана мероприятий. Это вкратце, что сделано нашей страной. В ноябре прошлого года в Астане прошел 10-й юбилейный саммит организации под названием «Тюркская эра». Глава государства вновь выдвинул целый ряд актуальных инициатив. Высочайшей оценкой, проделанной официальным ташкентом огромной работы, о которой знают и особо ценят все братские народы, стало вручение руководителю нашей страны высокой награды – высшего ордена тюркского мира. Символа тесной дружбы и сотрудничества, которые, как отметил президент Шавкат Мерзиёев, мы подняли на новый уровень, опираясь на истинные узы братства. Важные инициативы озвучил лидер нашей страны и на полях состоявшегося в июле этого года неформального саммита ОТГ в азербайджанской Шуше на тему построения устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата. С момента вступления в ОТГ на саммитах организации, прошедших с 2019 по 2024 годы, президентом Узбекистана выдвинуто 68 конкретных инициатив, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества в рамках организации. К текущему времени 43 инициативы уже реализованы и 6 находятся на завершающей стадии. Из инициатив, находящихся на исполнении, 19 было озвучено в ходе саммитов в Самарканде, Анкаре, Астане и Шуше. За годы участия Узбекистана в организации проведены десятки крупных мероприятий. В сферах туризма, сельского хозяйства, молодежной политики, культурного и просветительского наследия, IT, железнодорожного транспорта, безопасности, образования, здравоохранения, таможни, науки и инновации. В 2022 году город Кокант объявлен туристической столицей тюркского мира, а Бухара – первой молодежной столицей тюркского мира. А нынешний саммит ОТГ в городе Бишкеке. Участие президента Шавкята Мерзиёева в данном мероприятии, отмечают эксперты, стал важным этапным событием в дальнейшем развитии многостороннего сотрудничества и укрепления дружбы и братства тюркских народов. Накануне президент Республики Узбекистан Шавкят Мерзиёев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В международном аэропорту Манас высокого гостя встретили председатель кабинета министров Кыргызстана Акалбек Джапан и другие официальные лица. Сегодня, 6 ноября, в рамках программы саммита Организации тюркских государств, президент Республики Узбекистан Шавкят Мерзиёев в отведенной для него резиденции провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. С особым удовлетворением отмечены практические результаты взаимодействия. Растут показатели товарооборота и масштабы промышленной кооперации. Ведется работа по созданию индустриального парка в Ташкентской области. В октябре в городе Коканди проведен первый форум регионов. В этом месяце в городе Будапеште состоятся важные совместные культурные мероприятия. Лидеры двух стран рассмотрели график двухсторонних мероприятий. Особо отметили важность формирования нового портфеля проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ведущих компаний. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Как отмечает экспертное сообщество, государство-члены организации, вступление Узбекистана в ОТГ придало новое дыхание, новый импульс развитию данной структуры. Сегодня в резиденции Интымак Ордо состоялись основные мероприятия уже 11-го саммита организации тюркских государств. В его работе принял участие президент Республики Узбекистан Шавкят Мирзиёев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В мероприятии, прошедшем под председательством президента Кыргызской республики Садыра Джапарова, участвовали президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, президент Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. В соответствии с повесткой дня состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах многопланового сотрудничества в рамках организации. Обсуждены актуальные вопросы практического взаимодействия. В своем выступлении глава нашего государства особо отметил, что за прошедшее после встреч в Астане и Шуше время глобальные геополитические процессы обрели еще более сложный характер. Резко усиливается атмосфера конкуренции и недоверия между ведущими государствами. Возникают новые очаги противостояний и войн. Усугубляются разные угрозы и вызовы. Все это становится серьезным препятствием на пути совместных планов и крупных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других. В данном контексте отмечена целесообразность продолжения системного диалога в вопросах политики и безопасности. Активного продвижения единой и четкой позиции по международным проблемам, исходя из общих интересов стран организации. Речь прежде всего идет о продолжающейся на Ближнем Востоке несправедливой войне и наблюдающихся двойных стандартах. Особо отмечена беспрецедентная гуманитарная трагедия в секторе Газа и Ливани. Разрушительные атаки против мирного населения, особенно гибель невинных детей, стариков и женщин. В данном контексте осуждены действия, направленные на ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Подчеркнуто, что единственным путем решения этого многолетнего конфликта является создание в соответствии с международными актами и резолюциями независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года. Выражена надежда, что на саммите арабо-мусульманских государств, который пройдет на следующей неделе в городе Эр-Риаде, будет найдено конструктивное политическое решение данной проблемы. Отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане. Отмечена важность налаживания механизма постоянного диалога в этом направлении на уровне министров и экспертов. Подчеркнуто, что при решении острых проблем Афганистана должны обязательно рассматриваться вопросы оказания помощи действующему правительству. Широкого вовлечения этого государства в региональные экономические процессы, реализации социальных и инфраструктурных проектов. Особо отмечено, что принятие исторического документа «Хартия тюркского мира» является ярким отражением усиливающегося многогранного сотрудничества братских стран и народов организации тюркских государств. Исходя из повестки саммита, лидер Узбекистана обратил внимание на ряд приоритетных вопросов. Прежде всего, глава нашего государства выступил за расширение и укрепление договорно-правовой базы организации. В данном контексте предложено принять договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств. Кроме того, выдвинута инициатива о создании в рамках организации пространства новых экономических возможностей, а также разработке конкретных соглашений и договоренностей об устранении тарифных и нетарифных барьеров, упрощении торговых и таможенных процедур, развитии электронных торговых платформ. В связи с этим предложено организовать в ближайшей перспективе в городе Ташкенте форум ведущих аналитических центров для проведения глубоких исследований, направленных на расширение торгового потенциала стран организации. Указано на важность принятия графиков, экономических форумов, торговых и промышленных выставок, взаимных визитов на уровне регионов на следующий год, а также совместной программы по участию в государственных закупках, кооперации и локализации. В непростых глобальных экономических условиях наиболее актуальным вопросом является обеспечение непрерывности инвестиционных процессов. Возрастает спрос на капитал и его стоимость на мировом финансовом рынке. Усложняются условия выделения развивающимися государством долгосрочных и зеленых кредитов. В данном контексте отмечена необходимость внедрения финансовых инструментов, активизации работы Тюркского инвестиционного фонда и создания Тюркского банка развития. Также подчеркнута важность привлечения к проектам регионального значения международных финансовых институтов и зарубежных инвестиционных компаний. В этой связи предложено создать Тюркский инвестиционный форум и провести его первое заседание в Узбекистане. В качестве еще одного приоритетного вопроса определено эффективное использование транспортных коридоров, оптимизация транзитных тарифов по среднему коридору, упрощение процессов пересечения границ, создание современных логистических систем и совместных операторов. Выдвинута инициатива о подписании многостороннего соглашения по переходу на электронный документооборот при перевозках и их взаимном признании в рамках организации. В целях детального обсуждения этих вопросов с участием представителей бизнеса указано на актуальность проведения совместно с Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков Тюркских государств Международной логистической конференции. Поддерживая тематику нынешнего саммита, предложено разработать концепцию цифрового тюркского мира, направленную на широкое внедрение экономики будущего, а также обмен передовым опытом и достижениями в сфере информационных технологий. Создание цифровых систем инноваций, инфраструктуры и науки крупных дата-центров. Искренне поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с началом на следующей неделе работы глобального саммита КОП-29. В городе Баку глава Узбекистана отметил необходимость скорейшего создания Тюркского экологического совета на уровне министров для поиска решений острых экологических проблем, связанных с изменением климата, а также подтвердил готовность провести его первую встречу в следующем году в Узбекистане. На современном этапе особое место играет приобщение народов, особенно молодого поколения, к богатейшему духовному, творческому наследию сокровищницы искусства и фольклора. Потому, в целях дальнейшего сближения наших братских народов, воспитания молодежи в духе, достойном наших предков, глава государства предложил издать многотомный сборник фольклора тюркских народов на языках стран-членов организации. В этом направлении, подчеркнул президент, нашей актуальной задачей является совместное проведение фундаментальных исследований, таких как история тюркских стран. Вместе с тем, лидер страны подчеркнул целесообразность стимулирования непосредственного перевода с тюркских языков, налаживания в школах факультативных занятий о тюркских народах и их истории, этнографии, культуре и искусстве. Ведь устное народное творчество – это историческая память народа, его мечта о будущем. В связи с этим, глава государства выразил готовность Узбекистана стать полноправным членом фонда тюркской культуры и наследия. В завершении своего выступления президент Узбекистана сердечно поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с награждением высшим орденом тюркского мира. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров выразил искреннюю благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мерзиёеву за личное участие в саммите. И озвучены актуальные инициативы, направленные на дальнейшее расширение многопланового партнёрства на пространстве организации тюркских государств. Спасибо за внимание. По итогам саммита принята Бишкекская декларация. Хартия тюркского мира, разработанная по инициативе нашей страны. А также ряд договорённостей по приоритетным направлениям взаимодействия. Вслед за основным мероприятием саммита прошла церемония награждения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана высшим орденом тюркского мира. В ней приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев и главы всех делегаций. Высокая награда была торжественно вручена лидеру Венгрии за большой вклад в расширение партнёрства между странами, став ещё одним символом тесной дружбы и сотрудничества наших государств и народов. На этом рабочий визит руководителя нашей страны Бишкек завершился. В международном аэропорту Манас высокого гостя проводил председатель кабинета министров Кыргызстана Акалбек Джапаров и другие официальные лица. Глава нашего государства вылетел в Ташкент. И в этот же день руководитель нашей страны вернулся в столицу Узбекистана. В 2019 году Узбекистан стал полноправным членом организации тюркских государств и сразу же начал играть большую и важную роль в нашем тюркском сообществе. Это не случайно. Узбекистан – это второе после Турции крупнейшее по населению тюркское государство. Находится в сердце Центральной Азии. И его превосходительный президент Чакар Мирванович в музее проводит очень активную внешнюю политику. И все это резко усиливало как роль Узбекистана в тюркском сообществе, так и роль организации тюркских государств как организации в целом. За эти годы Узбекистан выступил с многими инициативами, которые сейчас реализуются. Было принято много важных инициатив по транспортному логистике, по инициативу Узбекистана, по развитию туризма, культуры и образования. По инициативе президента Узбекистана была учреждена премия именно Алишера Наваи за особый вклад в единство тюркского мира. В результате вот сегодня мы видим уже состоявшуюся авторитетную международную организацию, организацию тюркских государств, которая стала новой реабилитической реальностью в огромном пространстве Евразии. Нам действительно надо ускорять наши шаги, интенсифицировать наши сотрудничества. Поэтому мы благодарны Шавкат Миромановичу за такие инициативы, которые призваны обеспечить такой рывок в экономической интеграции. Я думаю, что мы продемонстрируем всему миру, что кюрский мир един, силен и надежен. Уважаемый Шавкат Мироманович, очень крупная политическая фигура не только на уровне Узбекистана, Центральной Азии, Тюркского мира, но и на мировом масштабе. И все инициативы, которые озвучиваются с его стороны, к ним прислушиваются и в нашем регионе, и во всем мире. И для всего тюркского мира, для всех тюркских стран эти инициативы очень важны, потому что они дают очень серьезный импульс для развития взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами. Я думаю, что, конечно же, все эти инициативы станут очень серьезной платформой, очень серьезной основой для укрепления интеграции тюркских стран между собой. И в области экономики, и в области культуры. Мы, как Тюркская Академия, прежде всего заинтересованы в интеграции наших стран в области науки и образования. И, соответственно, вот инициативы в этой области для нас очень важны. Мы, наша организация Тюркская Академия, играет очень важную роль в плане развития сотрудничества в области науки, образования. И мы очень внимательно прислушаемся к этим инициативам. Узбекистан, несомненно, будет играть всегда одну из ведущих ролей среди тюркских стран, потому что это действительно ключевая страна нашего тюркского региона. Узбекистана, на международной арене, выдвигаются важные инициативы. Сегодня, на встрече руководителей тюркских государств, президент нашей страны также озвучил несколько инициатив. В частности, предложение о принятии договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств можно считать исторической инициативой. Кроме того, предложение о введении факультативных уроков в наших школах, посвященных тюркским народам, их истории, этнографии, культуре и искусству, также является очень актуальным. Наши народы имеют общие исторические корни, и знание о культуре наших предков будет способствовать повышению национального самосознания у молодежи. В наших специализированных школах уже существует практика организации таких факультативных занятий, и этот процесс приносит хорошие результаты. Мы уверены, что внедрение подобных занятий во всех школах, а также изучение нашей истории, культуры и фольклора даст свои результаты. В этом процессе важно использовать не только ресурсы нашей страны, но и братских народов, а также делиться с ними нашими знаниями. Все это ускорит интеграцию тюркских народов во все сферы, будет способствовать сплочению будущих поколений. Все озвученные инициативы направлены на укрепление дружбы и братских отношений между нашими странами. Узбекскому лидеру удалось найти правильный вектор своего развития и справленное место. Узбекский лидер понимает, что болевой точкой, к сожалению, сейчас является Афганистан, и не будет в Центральной Азии развития мира и стабильности, пока центральноазиатские народы не помогут афганскому народу выйти из этой кризисной ситуации, найти свое место в Центральноазиатском регионе. Я думаю, что это было очень правильно. Это ключевой подход, и я думаю, это пример для других стран, для других мировых точек, для других центров принятия решений и влияния на процессы дальнейшего развития человечества, региона, в том числе и в глобальном масштабе. Это пример. Узбекистан и другие Центральные Азии должны стать эталоном. Эталоном мира, эталоном доверия, эталоном взаимодействия, эталоном сотрудничества, эталоном взаимной выгоды. Президент Узбекистана почувствовал, понял раньше многих других, что это не просто так. Эта площадка притягивает другие центры, другие страны, мировые страны, развитые страны. Он увидел, что Центральная Азия – это республики с молодым поколением. То есть это значит с будущим. Именно с учетом этим и объясняется тот курс, который объявлен, новый курс нового Узбекистана и его лидера. Те инициативы, которые выдвинул президент Узбекистана, являются примером. И это не во всех региональных точках мы сталкиваемся с такими шагами. Это внешняя современная политика, когда лидер государства думает в первую очередь о своем государстве, о своем народе. Но в то же время он видит развитие своего государства, своего народа, параллельно развитие других соседних государств и всего целого региона. Этот саммит является неким переломным саммитом в тюркоязычном содружестве, потому что я думаю, что организация тюркских государств становится субъектом мировой политики, большим геополитическим субъектом. Узбекистан сейчас занимает лидирующие позиции во внешней политике стран Центральной Азии. Мы видим сплоченную позицию стран Центральной Азии. Большую роль в этом играет президент Узбекистана, стабилизирующий и развивающий страны Центральной Азии. Видение в будущее. Господин Мирзиёев подходит проектно к ситуации, моделирует ситуацию, моделирует процессы в Центральной Азии для динамичного развития и предотвращения различного рода конфликтов, которые могут быть инициированы внешними игроками. Хартия, принимаемая на международном уровне, представляет собой соглашение, в котором отражены богатое культурное наследие тюркоязычных народов и государств. Стоит отметить, что в 2021 году по инициативе главы нашего государства, организация, созданная для совместного решения политических, экономических и социальных вопросов тюркоязычных стран, получила название «Организация тюркских государств». На сегодняшний день внутренний воловой продукт стран, членов Организации тюркских государств, превышает полтора триллиона долларов. И по прогнозам, к концу года он достигнет двух триллионов. На саммите в Самарканде, который прошел под председательством президента Узбекистана, были определены ключевые задачи, и для их реализации были выдвинуты более 50 инициатив со стороны лидера нашей страны. Большинство из этих инициатив уже были одобрены главами государств ОТГ, и этот процесс продолжается. В целом, принятие хартий тюркского мира будет способствовать укреплению единства между народами и дальнейшему развитию их богатого культурного наследия и традиций. «Тематика 11-го саммита, она говорит сама за себя. Усиление тюркского мира, экономическая интеграция, сотрудничество в области цифровизации, усиление безопасности. На фоне того, что сегодня происходит в глобальном мире, в той турбулентности, геополитической ситуации, значение данного тюркского саммита, оно весьма такое, носит историческое значение. Те мероприятия, которые происходят на уровне глав государств, они носят очень серьезный глобальный характер, и не просто формально. Мы видим, каждым разом это те договоренности, которые достигаются, они реализуются на практическом уровне. С вступлением Узбекистана в Организацию Туркоязычных Государств организация только усилилась, потому что та политика, проводимая уважаемым президентом Шавкат Мирамоновичем, на сегодняшний день, она поистину созидательная и объединяющая. Потому что мы все прекрасно знаем, что с его приходом не только туркоязычные государства, а Центральная Азия приобрела новые исторические формы. Он сумел объединить, и те реформы, которые проходят, те инициативы, которые он вообще выдвигает на международных площадках, они носят под собой определенный конкретный характер, и они все практически реализуемые и реализуются. Та волна, которую в положительном плане запустил президент Узбекистана в направлении, значит, укрепления регионального сотрудничества, региональной безопасности, расставив все точки над теми основными проблемами, которые в мире существуют, и как эти проблемы совместно решать, это на самом деле очень уникальная политика. Организация тюркских государств, она совершенно логически сейчас ожила. Она была организована еще в 2009 году, и с вступлением Узбекистана в 2019 году, последние пять лет, она получила хороший темп. Надо отдать должное Шавкат Мирамоновичу, он предложил уже более 50 своих инициатив, которые сейчас уже начали работать, проходят встречи на различных уровнях, по различным направлениям, в культурно-гуманитарном, научном, в экономическом, по транспорту, по транзиту. То есть ОТГ сейчас получил импульс, который нам в современном состоянии нужно. Те реформы, которые Шавкат Мирамонович провел в Узбекистане, они очень благотворно влияют и на развитие организации тюркских государств. Надо отметить, что Шавкат Мирамонович, конечно, находит вот те консенсусные точки, которые ранее невозможно было найти. Поэтому и в странах наших ОТГ открываются границы, либерализуются таможенные и все другие препоны, которые мешали нашим народам взаимодействовать, общаться. Шавкат Мирамоновича есть способность и логика, которая позволяет странам находить наиболее разумный и взаимовыгодный путь решения многих недопониманий, коллизий в законах и так далее. Это надо отдать должность Шавкат Мирамоновича, это есть и мы это наблюдаем. Президент Узбекистана действительно вносит самый активный и позитивный вклад в развитие ОТГ. Инициативы уважаемого президента Шавката Мирамоновича имеют важное значение для организации тюркских государств. Поэтому мы, торгово-промышленные палаты тюркских стран, стараемся достичь всех целей, поставленных лидером Узбекистана и другими главами государств ОТГ. Мы высоко ценим вклад вашего президента не только в экономику Узбекистана, но и в частный сектор на глобальном уровне. Стоит отметить, что отношения между Турцией и Узбекистаном достигли высокого стратегического уровня. Дружеские и братские отношения между Раджепом Таипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзуевым ощущаются на пространстве стран ОТГ. Инициативы глав двух государств очень важны и мы благодарны за соглашения, принятые в Анкаре в этом году. Словом, сотрудничество торгово-промышленных палат тюркских стран усилит наше взаимодействие. Мы будем еще активнее организовывать бизнес-форумы между нашими государствами и развивать предпринимательство. На саммите тюркских государств, состоявшемся в Кыргызстане, глава государства выступил с речью, в которой акцентировал внимание на сфере культуры. В ходе обсуждений поднимался вопрос о создании совместных экспедиций и публикации книг, отражающих этнографические и фольклорные традиции всех тюркских народов. Это подчеркивает важность осознания вклада наших предков и тюркских народов в развитие мировой цивилизации. Президент отметил необходимость более глубокого изучения истории жизни наших предков, особенно в области просвещения и культуры. Он подчеркнул важность передачи этого наследия молодежи для воспитания уважения к традициям. Также было акцентировано внимание на необходимости активного культурного обмена между народами и укрепления взаимного сотрудничества в этой области. Глава государства подчеркнул, что глубокое изучение наследия предков должно находиться в центре внимания будущих поколений. Эти вопросы являются актуальными не только для Узбекистана, но и для всего мира. Насколько эффективно мы обучаем учащихся истории, этнографии, культуре и искусству тюркских народов в школьном образовании в настоящее время? Этот вопрос также был включён в поездку дня саммита. Нам необходимо активизировать работу в этом направлении. Что касается словарей, то они, как известно, сохраняют в себе историю определённого народа. Несмотря на то, что у тюркских народов общие корни, с течением времени и под воздействием различных обстоятельств, порой они могут не понимать языков друг друга. Учитывая это, мы должны уделять внимание современным словарям и вопросу создания корпусов. При этом нам необходимо эффективно использовать современные технологии. На сегодняшнем саммите было принято решение о проведении Олимпиады имени Махмуда Кашкари среди студентов. Это очень радостная новость, поскольку Махмуд Кашкари является значимой фигурой не только для тюркских народов, но и для представителей других национальностей. Наши предки оставили после себя множество произведений, и современное поколение сталкивается с определёнными трудностями в их изучении. С целью преодоления этих трудностей вопрос создания словарей стал актуальным. Также важна тема перевода. У тюркских народов имеется большое количество произведений, и необходимость их перевода на другие языки также является актуальным вопросом. Предусмотрено также поощрение переводчиков, занимающихся этой работой. Мы готовы внести свой вклад в выполнение задач, поставленных на саммите. Продолжение следует...